Привет, зовут Лапс. Слово заключается в том, что ваш коллега действительно может не проявлять свои эмоции, по крайней мере он может это делать очень скупо, отривисто и так далее. И вот, чтобы решить вашу проблему, я бы рекомендовал использовать несколько подходов. Первое. Это направленность на мужчину. То есть покажите ему, что вы вообще, наговоря, расположены к нему. Покажите, что вы готовы с ним общаться более тесно. Говорят, положите его к себе, угостите чем-нибудь, пригласите его посидеть куда-нибудь, не обязательно там на работе. То есть дайте вот как-то стимул к тому, чтобы изменить что-то в вашем общении. Надо сказать, что вы не уничаетесь таким образом, как женщина, потому что ничего такого вот, условно говоря, личностного нету в том, что вы предложили человеку, с которым вы работаете, как-то просвести время. Но для мужчины это посудит сигналом, индикатором о том, что вы готовы сблизиться с ним. Это при условии, если ваша симпатия к нему, она истиняя. Вы действительно хотите видеться с человеком, если вы действительно хотите как-то вот привнести в его жизнь что-то новое, да? Что-то такое счастливое, интересное и так далее. Второй подход заключается в том, чтобы проанализировать то, как мужчина себя с вами ведет. Сначала это, собственно, ответ на уже ваш вопрос, который вы задаете. И здесь нужно сказать так. Если у мужчины есть разница, например, что вы о нем думаете, или если мужчина действительно волнуется в вашем присутствии, то его всегда, его действие всегда будет меняться, когда вы будете рядом. То есть вам нужно, вам нужно или можно посмотреть, как он, например, обедает один, да? И как он обедает в Сафаре. Если ему будет все равно, то его поведение никак не изменится. Оно останется теми. Но если ему, вы, не обедалось лично, то поведение его изменится. Он будет, естественно, более напряженно, его движения будут более отрывисты, и, соответственно, словесом будет еще меньше, чем обычно. Если по этой реакции вы тоже определить ничего не сможете, то тогда можно порекомендовать вам попробовать перейти личную границу, да? То есть, скажем, попробовать, например, коснуться его руки или там предложить ему что-то из того, что есть у вас, или просто там посмеяться или задать вопрос, то есть вот как-то разговорить его, чтобы очень редко не разговаривать, а именно попытаться вовлечь в диалог. Тем самым вы увидите, как он общается с вами, как он прореагирует на вас. И потом это можно будет сравнить с реакцией на других людей, и таким образом у вас будут подтверждения того, нравится вы ему или нет. Это подтверждение будет проявляться в различиях поведения и реакции мужчины. с другими людьми и с вами. Ну вот о чем я вам хочу сказать. Мужчина подобного характера может страдать неуверенностью в себе, тревожностью, мнительностью, переживанием, нерешительностью, депрессивными состояниями и так далее. И вам, если вы хотите быть с ним, придется со всем этим мириться и все это купировать. И говоря окупировать, я имею ввиду, что, например, в отношениях вам придется вынимать ведущую позицию, как-то проявлять инициативу тоже придется вам самой, потому что мужчина, скорее всего, не будет этого делать. Ну и, собственно, вам, скорее всего, придется постоянно выступать, таким, знаете, заводилой. То есть постоянно что-то предлагать, постоянно что-то организовывать, а мужчина действительно сможет ничего не делать вовсе. Если вы к этому готовы, то, я думаю, проблем особых не возникнет. Но если вы не готовы, или если вы считаете, что мужчина может измениться, стать другим, то, если, скорее всего, ошибаетесь. По крайней мере, надеяться на это не стоит совершенно точно. Далее, неплохо было бы понять, что мужчине вообще нравится, что ему интересно, что его привлекает, с чем он чувствует себя уверенно, и стараться с ним говорить именно на этих темах тоже. Так вот, можете дать ему возможность развернуться, показать себя с сильной стороны, и тем самым, может быть, его поведение с интровертного поменяется на другое. Может быть, он станет более отшительным, особенно, если вы знаете, что вы интересуетесь тем, что интересно ему. Другое дело, что, насколько это будет истиннее, и насколько это будет действительно соответствовать правде, это уже другой вопрос. На этом, пожалуй, можно закончить. Исходя из вашего вопроса, это, наверное, все, что я могу сказать. Если какие-то дополнительные вопросы у вас в социальных, то мне расчитайте свою личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok